Максим Туференко и Сергей Романов импровизированно начнем, посмотрим как все будет. С первого комментарий Максим и Сережа, и потом вопросы каждому. Комментарий по матче, да? Ну игра была довольно-таки непростая в связи с тем, что много пропустили времени, много не было официальных игр, ноги подсели уже после 60-й. Из-за этого появилось довольно-таки немало ошибок в передачах, в обычных моментах. Ну самое главное, довели игру до победного, добились результата, заработали 2 очка. И с хорошим настроением готовимся к следующим играм. И теперь Сергей Романов, тоже комментарий по игры. Ну я присоединяюсь к словам Максима, игра была тяжелая, поздравляю всех, что наконец-то начался чемпионат. Много было разговоров, что его не будет, то будет, футболистам было тяжело, мы готовились долго, то будет опять же, что такие играть, то не будет. Поэтому сегодня тренер сказал выложиться на Максимум, и говорил, что всем тяжело, и надо доказывать на поле, что мы сильнее, потому что там лица ровная. И вот как показатель мы выиграли, а наши конкуренты уже допустили там осечки. И поэтому я всех поздравляю с победителем. Давайте вопросы, прежде чем задавать, пожалуйста, кому, чтобы оператор успел. Сергей, насколько важен был ваш этот был в раздевалке, по вашему мнению? Ну и как исполнилось, что хорошее? Да любой гол важный, я не знаю, насколько он был важный. Может, мы из другого момента забили во втором тайме. Ну, ударил, говорят, надо чаще бить, надо попадать поворотом. Скользкое поле, вратарь там чуть-чуть ошибся, и получился хороший гол. Еще? И вот точно неодразу для Сергея, вот те, что всегда говорят, нужно чаще бить. Кто каже? Да все, тренера, в основном тренерский штаб говорят, надо бить, надо бить. Просто на тренировках попадаешь, в игре не так легко это делать. Сегодня против матча, вы кого больше слушали? То, что в Белябровке, или тот тренер, который где-то... У нас работал их тандем. Мы выполняли станок, который нам дали в раздевалке еще, и, конечно, на подсказке Песоцкого слушали, Валевича. И так и играли. Максимов, сегодня играл ты с независимым партнером. Насколько сегодня вы получили у него обычного партнера по Центру обороны? Ну, мне было комфортно играть, потому что за время, которое, опять же, был перерыв, мы довольно-таки много игр сыграли, мы наработали наши связки, поэтому с Мишей мне очень было комфортно сыграть. Как результат мы не пропустили гол, что является показателем. Конечно, Дима поспел один из лидеров нашей команды, его тоже нам не хватало сегодня. Ну, посмотрим в следующей игре, они оба пропускают, насколько я понял. Будем искать на нового партнера. Еще вопросы? Нет? Все, спасибо. Спасибо. Дякую.